друзья знаете что больше всего огорчает лично меня не проблемы не какие-то ситуации а несправедливость несправедливость в первую очередь конечно же по отношению к парку львов тайган вот посмотрите этот карьер находится в нескольких километрах от парка львов тайган машины огромные 20 тонн и до 40 тонн здесь загружаются щебнем и едут по трассе в сторону белогорска и здесь находится село креничное так вот жители села креничного написали тысячи писем по поводу того что эти машины создают такую нездоровую атмосферу так сильно понижают качество жизни сельчан что особенно для тех кто живет непосредственно у дороги это просто становится невыносимо грохот пыль некоторые дома даже дали трещины но что вы думаете как ездили эти большегрузы так и ездят 0 внимание приходят отписки и не более тогда как мы знаем что вот это объект разрушения до разрушения уникальных крымских гор и рядом находится объект созидания парк львов тайган который буквально вот последние пять лет съедали своими проверками штрафами и судами вот это друзья несправедливость вот она огорчает а между прочим крым не зря многие ученые говорят что он настолько здесь хрупкая природа что вот такие язвы на теле крыма они меняют очень многое меняют розу ветров уходят подземные воды изменяется уникальный климат крыма ведь крымские горы это преграда для северных и восточных ветров почему южный берег имеет субтропический климат именно благодаря крымским горам которые защищают южный берег от холода с севера ведь широты крыма они не субтропические но именно благодаря вот этой защите в виде гор здесь сформировался субтропический климат на южном берегу и те кто вот так вот разрушает крымские горы то они не понимают что они разрушают уникальную природу крыма которая формировалась миллионами лет кто-то скажет ну надо же строить дороги но дело в том что крымский щебень вот этот известняк он очень мягкий и да построить с него дорогу выгодно да чем привозить щебень должного качества откуда-то вне крыма но друзья дело в том что построив дороги с использованием этого щебня качество этих дорог сильно снижается и вскоре им потребуется ремонт куда пойдут опять же бюджетные деньги и было бы рациональнее не экономить здесь и сейчас а сделать качественно пусть немножко дороже но затем это бы все оправдалось вот видите пыль это сейчас весна а летом белая пыль с этого карьера она оседает на километры вокруг покрывая все когда-то вся вот эта территория это были виноградники виноградники знаменитого совхоза предгорье но после развала советского союза прошло уже 20-30 лет и как мы видим ничего не посажено гуляй поле вот на чем нужно делать деньги использовать уникальную природно-климатическую особенность крыма для выращивания виноградников садов остался только карьер не нужны ни виноградники вот если мы с вами немного пройдем то отсюда будет виден и парк львов тайган вот друзья именно вот с этих мест видите это крымское предгорье и начинаются крымские горы красивейшие места так а сейчас мы с вами поднимемся чуть повыше и посмотрим на парк львов тайган чтобы вы визуально понимали насколько близко два этих этих объекта объект созидания и объект разрушения а выбросить мусор у дороги это это по-нашему по-крымски вот друзья вот парк львов тайган видите вдалеке совсем рядом и вот карьер где несмотря на тысячи писем работа кипит никто не приостанавливал деятельность и данному предприятию только зеленый свет знаете опять же что обидно что из-за всей этой несправедливости из-за этих потерянных лет ушедших на борьбу Олег Зубков потерял не просто возможность построить для Крыма еще несколько проектов самое главное что в нем немножечко уже затухла вот та искра созидателя тот энтузиазм потому что вы сами понимаете почти шесть лет бороться с ветряными мельницами 600 судов многомиллионные штрафы бесперспективность это даже в таком энтузиасте и созидателе может погасить вот этот весь запал творца но ничего друзья будем надеяться что ситуация все таки постепенно стабилизируется и Олег Алексеевич еще порадует нас своими новыми проектами хотелось бы чтобы открылся парк чудес в Белогорске и расширилась территория парка Львов Тайган как вы знаете обещают 50 гектаров новых и тогда действительно там появится целая страна Тайган Лэнд страна которая станет центром притяжения для всех туристов приезжающих в Крым Друзья спасибо что посмотрели данный выпуск ставьте свои оценки лайки или дизлайки если не понравилось пишите комментарии мне очень важно ваше мнение спасибо что смотрите канал Тайган спасибо